первоначально когда вот только вот я поставили перед перед камерой когда еще договорами еще работал дамы что это кто это там или как как это все делается но потом уже все приходит конечно с опытом вот и все равно когда ты идешь например в студию дали это на улице рассказываешь все равно волнуешься все равно какой-то всегда присутствует какой-то вот процент волнения что такое вообще прогноз погоды да это научно обоснованное предположение предположение по развитию атмосферных процессов то есть уже в самом прогнозе погоды существует какая-то вот ошибка то есть прогноз погоды на сутки оправдывается среднем на 95 процентов до на трое суток там уже 90 92 и уже там на неделю там оправдывается на процентов 80 85 чем больше срок тем конечно эта ошибка увеличивается вот поэтому ну последнее время связи с тем что новой технологии все равно это численное моделирование это появилось суперкомпьютер спутниковой информации метеорологической локаторы то есть качество прогнозов погоды конечно она увеличивается но стопроцентного прогноза конечно никогда не будет наиболее самый сложный прогноз как раз это вот в летний период который очень любил потому что самый тяжелый прогнозируемые метеороменты это конечно угрозы а с грозами всегда связаны это ливни и шквалы и град куда я знаю что все складываются все благоприятные условия для образования гроз где она будет в каком месте даже посмотрите по городу минску они везде бывают когда идет гроза вот на одной улице она есть на соседней улице ее нету то есть как бы в одну один район заливает во втором как светило солнце так и светит вот поэтому там кто-то градовая даешь прогноз погоды что ожидается там грозы там где была гроза там люди говорят что прогноз оправдался вот там где дождя не было грозы то есть как бы опять синоптики наврали вот такая вот ситуация но я конечно вот этим всем анекдотом отношусь с большим с юмором так сказать то есть как бы никакой обиды нет потому что действительно прогноз погоды он это как бы говорится не высшим этим антика на 2 плюс 2 будет 4 то есть как бы здесь все равно какая-то хаотичность в атмосфере да то что там происходит спрогнозировать на сто процентов конечно совершенно невозможно я закончил школу то есть мне дочь всего лишь 16 лет вот такой щеночный ветреный еще о будущем практически не думал и мы с другом пошли как раз отработать на завод горизонт сначала учениками а потом мы ремонтировали конвейер и по которым и потом уже когда уже стукнул уже 18 лет много лучше о чем-то думать или в армию или куда-то или поступать о будущем задуматься и от решил пойти по стопам отца и пошел в инкомат говорю хочу поступить в военно-морское училище хочу быть военно-морским офицером и вот так я уехал в питер кстати самое первое военно-морское училище осознанное петров и потом когда перевели уже столицу в санкт-петербург это академия тоже приехала сюда и сначала это был морской корпус именно там учились эти гардемарины вот там закончили у по моему более 300 адмиралов там заканчивал и насколько я помню там и крылов и колчак и много-много таких очень знаменитых людей вот а синоптиками просто совершенно случайно когда уже я уже поступил сдала все экзамены и когда была распределительная комиссия вот ну вызывают меня как говорится и спрашивать кем ты хочешь быть а вот хочу быть штурманом прокладывать путь кораблям так далее так далее вот это значит там нет места я шел как-то уже последним потоком ну давайте говорю на факультет вооружения торпеды и бомбы пушки все что связано с морским вооружением знаешь там тоже нету мест вот у нас осталось места вот в классе метеорологов такие метеорологи совершенно поздно и я говорю да конечно хочу вот мне главная моя цель была поступить туда и у нас как-то вот сразу с первого курса начались у нас специализированные предметы не очень понравилось и я как-то очень полюбил синоптику вообще то есть как бы то когда есть какой-то романтизм циклона и циклона наблюдать за облаками то есть мы изучали там инвестиционная метеорология морская метеорология там была общая то есть как бы очень много таких различных предметов вот и потом уже после окончания училища то есть я по распределению попал в мурманск вот и на огненесущий крейсер или на авианосец адмирал кузнецов вот сначала был просто инженером но потом уже стал начальником метеоуслужбы по моей обязанности входил как раз это обеспечение безопасности плавания корабля и полетов авиации то есть очень ответственная работа потому что там заполярье замените там климат очень быстро меняется такой жесткий вот и именно вот погода прогноза погоды зависела жизнь корабля и всего экипажа романтично для да действительно это море это вот шторм это вот это корабли от этого вообще то есть как бы своя тут морская сфера от этого да действительно это какая-то романтика вот но это очень-очень тяжелый труд особенно это когда вот на военном корабле потому что 24 часа ты практически особенно когда в море находишься да то есть это 24 часа ты должен быть как бы натянут как как струна потому что может случиться все что угодно вот кроме погоды там у тебя еще в подчинении у меня было еще 15 матросиков вот и 22 мичмана еще за них отвечаешь в первую очередь конечно и потому что ты ответственно вот перед их родителями вот чтобы они были закончили службу там живыми и здоровыми ну и конечно это то есть как бы вот особенно когда плохая погода то есть прогнозы это вот постоянно выходишь там к адмиралу это очень тяжелый труд на самом деле это когда ты плывешь на круизном лайнере да ты лежишь на шезлонге там отдыхаешь да это конечно все хорошо на самом деле это очень тяжелый труд но и романтизм конечно это там все равно он присутствует все равно да и замеч когда ты выходишь на палубу да там в море особенно в открытом там это понимая что ты это по сравнению с природой с морем к вообще там никто в этом плане особенно когда в шторм ну самый сильный шторм это считается 9 баллов да ну мы были попала в 7 то есть как бы это конечно все красиво то есть как бы знаете большие волны когда корабль уходит под волну вот так вот эти вот черные облака сквозь которые проглядывают эти вот лучи солнца вот это все конечно красиво но на самом деле так страшно возника да на самом деле вот после окончания контракта я все-таки решил вернуться домой потому что заполярье но это я это не мое то есть это не мой климат совершенно то есть вот за пять лет я там что говоря не привык потому что постоянно погода меняется вот это вот холодно и ну это не моя числа что не моё вот самый лучший климат это конечно вот в беларусь это минск это вот мое родное все вот и потом после окончания контракта я вернулся сюда в минске и начал работать в белгидромете тоже сначала обычным синоптиком и потом до доработался как дом был начальником метеослужбы вот метеопрогнозов и 15 лет отработал там знаете тоже школа жизни тоже очень большая во первых очень большой опыт и все равно вот когда приходишь когда пришел только вот синоптиком все равно приходилось немножко переучиваться потому что изучать климат беларуси за ну то есть немножко здесь другие прогнозы то есть как бы ну методика одна и та же но немножко подходит немножко другой если у тебя было нам прогноз погоды там по точке то есть на именно где-то в район плавание корабля то есть конечно по в целом по республике необходимо было вот ну и так потихонечку постепенно то есть дорос до начальника метеослужбы но для того чтобы стать отправили читать прогноз погоды необходимо смотреть не только температуры осадки да как мы смотрим там смотрели ага там температура такая-то и там будет дождь или не буду что капелька есть там в нашем телефоне или нету то есть вот для того чтобы правильно посчитать прогноз погоды необходимо учитывать все метеоэлементы то есть то же самое облачность но осадки это понятно скорость направлении ветра влажность но и температуру воздуха и когда ты все вместе скомпонуете проанализируйте то ждать такая-то погода да по прогнозу например плюс 20 но ветер ожидается северный порывистый да и влажность там еще там по 90 процентов это явно говорит о том что по ощущениям вам отказаться намного холоднее а вы вышли плюс 20 вот в маечке ветер северный вот и думать и елки-палки где плюс 20 а на самом деле то ну плюс 20 с учетом всех метеоэлементов вам по ощущениям кажется что намного холоднее приходилось конечно не раз отвечает когда прогноз по особенность но еще раз повторюсь немножко то что в летний период на то есть давали 1 где где дождь вот выдавали дождь а дождя не было вот и конечно приходилось не раз отвечать не только предпростыми жителями нашей страны ну и при там говорится и пред высшим руководством вот почему прогноз как бы вот не оправдался мы не пытаешься объяснить то как говорится чтобы было было ясно и понятно вот и могу сказать так что да люди часто спрашивают там все равно на улице узнают меня тоже вот и спрашивают какая погода будет то есть как вот нам сейчас летний период там куда ехать можно в беларуси отдыхать чтобы не было холодно брать с собой куртки или не брать там как дождями что у нас в этом году нас совершенно большая проблема очень до особенно в май июнь очень был длительный период такой засушил не было дождей практически вот поэтому когда пойдут дожди то есть как бы все равно людей интересует независимо от того что творится в мире там натуре комиссионны висут их погода всегда но зависимость от все вопросы развить в зависимости от сезона то есть всегда то есть либо там например летом это одни вопросы потом там приходит осень, как нам одевать ребёнка 1 сентября. Потом, когда водители спрашивают, когда менять колёса, когда уже ближе к зиме идёт. Потом весной, когда сажать, когда не сажать, особенно дачники спрашивают. Обычно всё равно интересует погода, как одеваться в первую очередь. На самом деле, когда я уже пришёл сюда работать на телевидении, это оказалось всё непросто. Да, погода погодой, но роль телеведущего уже это все совершенно по-другому то есть здесь уже приходилось работать там над дикция уже как произношение слова он произносит слова то есть как бы там где какая интонация то есть как бы мне приходилось как бы было тяжело конечно сразу скажу вот работать над текстом здесь совершенно по-другому ты там когда работал до гидромете прибежал там что рассказал нам про погода убежал не задумываясь но здесь уже конечно все по-другому и могу сказать точно что роль ведущего в целом это очень-очень тяжелый труд но он доставляет большое удовольствие ну на носить неофициальное звание народного там синоптика страны конечно это очень большая ответственность и конечно это же не сразу пришлось это пришло тоже с годами то есть когда там еще работал в белгидромете то есть обычным синоптиком потом потихонечку потихонечку там вот и это конечно очень приятно да еще расскажу это не просто такой звезда прямо нет я такой обычный простой народный как говорится человек вот и пытаясь также вот людям тоже рассказывать про прогноз погоды то есть обычным простым языком быть как бы к народу более открыт то есть вот то есть не звездить там где-то там вот они не гоним на вот просто вот да я вот такой простой человек как и вы тут вот и людям всегда никогда не грубил ничего и не позволяю себе этого то есть и наоборот кое-что независимо как человек тебе подходит там или злой там или чудо того вот с каким-то намерениями именно просто улыбаться ему даут я езжу в общественном транспорте я вот так хожу каким магазин я простой земной призем приземленный человек